Десять дней назад крестьянские хозяйства Теректинского района приступили к пассивной страде. Сегодня Акимобласть Олей Скалиев побывал на полях товариства с ограниченной ответственностью Тулпар ЛТД. В этом году ТОО Тулпар ЛТД планирует засеять порядка 12 тысяч гектаров. Структура хозяйства четырехпольный севооборот. Пассивную страду по подсолнечнику начали гораздо раньше, чем обычно. Три тысячи озимых, четыре тысячи паров, три с половиной тысячи будем сеять подсолнечника и немножко яровые. В этом году запас влаги не такой большой, но запас влаги разный, на разных полях, разная продуктивная влага, начиная от 60 сантиметров и до полутора метров. Все зависит от обработки, от зябевой обработки. Акимобласти рассказали, какие технологии применяются для того, чтобы, несмотря на всевозможные негативные влияния, в том числе погодные, благополучно провести посевную и получить достойный урожай масличных. Мы взяли полторы тысячи подсолных, это ноу-хау, евролайтинг называется он, подсолных, и к нему же идет гербицид евролайтинг. Чтобы почву не шевелить, посеял, и потом евролайтинг, когда сорняков зайдет, подсолных зайдет, мы евролайтинг обрабатываем. У нас же хороший опрыскатель, умный, последнего поколения. И мы проходим им, убивает сорняк, убивает падалицу, подсолнечник не трогает. И не надо ни барновать, ни культивировать. Затраты есть на гербициды, но зато мы запас влаги сохраним. Удешевленным топливом обеспечены субсидии на технику и гербициды получаем в сроки, говорит глава хозяйства. На полях задействованы 6 новых джон-диров, 4 посевных комплекса, 4 комбайна. Порядка 30 человек работают на земле. В ходе поездки глава региона побеседовала и с механизаторами. Сколько сегодня засеяли? Сегодня почти 80 гектаров. Устали? Нет, техника новая, даже рулить не надо. Все делает компьютер. В день до 100 гектаров сеем. Комфортно работать. За сколько дней закончите? Ближайшие 5-6 дней закончим, потом другие работы. Дружно взошли озимые. Кущение и рост отличное. Однако весь круглосуточный труд рабочих сводит на нет беспризорно пасущийся скот, пожаловался аграрий. Если бы лошади здесь не похозяйничали, здесь бы очень хорошее урожай было. Потому что лошади съедают флагмовый лист, самые главные два листа, которые дают максимум урожая. Они его съедают. Потом уже, когда эти листья поражены, начинаются боковые. Несколько там, может, 2-3, 4-5. Там уже урожайность не такая, она меньше намного. Но будем надеяться, что Бог поможет, будет солнце. Влаги достаточно, забрана. А где-то фиг, а лошади откуда у нас? Вот эти поселки. Здесь вот Анкота, Шотигин, да. Бывает, табуны вот сюда заходили, по 200 голов заходили. Это актуальная проблема. По вашему поручению мы создаем штрафстоянки в каждом селе. Вначале пробные сделали в Долинном и Шагатайе. До 1 мая они будут в каждом селе. Будем вылавливать и закрывать скот, а затем наказывать владельцев. Не всегда успеваем, особенно сложнее с лошадьми. Поручив строже контролировать этот вопрос, Аким области поинтересовался и другими проблемами. В частности, финансовым и организационным сопровождением посевной страды в районе и по области в целом. Ознакомился с наличием семенного фонда. Предусмотреть и устранить возможные риски – также главная задача на сегодняшний день. Чтобы обеспечить область достаточным объемом урожая, важно создать для крестьян все условия, сказал завершение глава региона. Алмагуль Джамписова, Рустим Ищанов, Алтымбек Кабдилов, телеканал Акжаик.